Ваша младшая из 10-го Е такие же умные и веселые, как наши Дэшки? Да, наши младшие такие же талантливые дети Сергеенко и Сергея Михайловича, ведь он единственный, кто ведет у них химию из профильных классов. Они, наверное, самые разнообразные, и это не является каким-то минусом, это наоборот дает им какую-то галочку. Также я считаю, что если они смогли набрать среди всех остальных классов наивысший балл при поступлении в лицей, ну это уже о чем-то говорит, что они уже чего-то достигли, и в лицее они смогут достичь еще большего. А вообще я бы хотела сказать, что Врублевский это тематическая фамилия, и если не врубился, то стоит почитать Врублевского. А также хочу пожелать удачи и успехов на портрете, и в принципе победы, и еще больше-больше-больше остальных побед в будущем. Наш младший, наш 10-й Е. Я с ними впервые познакомилась и увидела их 1 сентября. Они были застенчивыми, но мне кажется, со временем это все ушло, и я могу судить по общаге то, что они стали очень веселыми, они понимают, что такое уже учеба в лицее. Я постоянно, когда выхожу из комнаты, я постоянно их вижу в учебке. Ну, значит, они стараются, учатся, и я надеюсь, что это с ними будет идти вплоть до 11-го класса, соответственно, в 11-м классе тоже. Они очень талантливые ребята, способные, они попали в лучший класс, в наш Е-класс. Сергей Михайлович, можно ли сказать, что 10-й Е – жизнерадостный и веселый класс? Или они такие же серьезные, как и их классный руководитель? Класс 10-й Е, конечно, очень разнообразный. Люди приехали со всех районов Варминской области, и у каждого своя изюминка. Первое мое впечатление – такое ощущение, что я попал на какой-то карнавал. То есть цвет, краски, разные звуки, все кружится, бегай. Но со временем они уже поняли, что попали в серьезное учебное заведение. Их, значит, энтузиазм немножечко прийти. Их тут они пообщались со своими старшими. Старшие уже начали немножечко их учить уму-разуму. У них появились, значит, общие интересы. Работа над портретом еще больше сплотила. Каждый тоже свою изюминку привнес. Получилась более-менее цельная картина. В принципе, я думаю, что в дальнейшем и в учебе, и вне учебной деятельности у ребят будет все хорошо, все получится, и они достигнут вершины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Педагогу... Продолжение следует... 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 Здравствуйте! Дорогие друзья, в эфире программа «Десятые новины» В студии Алина Котлубовская и Анна Беланова Тривиалки скоро Как известно, 10 класс каждую четверть дает тривиальные названия органических веществ О чем не забыл напомнить учитель химии Старше выучили, вы тоже выучите Прокомментировал Сергеенко Сергей Михайлович Как известно, первую часть класс дал довольно успешно Хочется выразить особую благодарность 10-му Б За то, что не дали нам забыть Никита Миронов, с прошедшим тебя! Со слезами на глазах Еженедельно, вторник и среда являются черными днями для всех 10-классников И вечер перед черчением Это вечер со слезами на глазах Линейками, карандашами и десятым листиком с переделанным чертежом Вы не умрете, говорил Сергей Анатольевич Мы-то не умрем А валерьянка в стране закончится, комментируют учащиеся Малярно-штукатурные работы Вечер воскресенья Объявлен всеобщий сбор конспектов Учителя все больше и больше удивляет своих учащихся Ведь благодаря отметке заведения тетради Можно исправить свои итоговые четвертные Время выбирать В 10-м Е прошли выборы старосты класса По итогам голосования Петрик Анна набрала 71% голосов Налога Никита 29% Мы надеемся, что не ошиблись с выбором И наши ожидания будут оправданы Прокомментировали учащиеся Псс, Аня, отрабатывай Буквально 2 секунды назад поступила срочная новость Ученики 10-го Е-класса под руководством Сергеенко Сергея Михайловича Совершили прорыв науки Они создали шампунь для мгновенного роста волос Кариб Шолмерс, скажи своим волосам Вот и отпал вопрос с подарком на 23 февраля А сейчас долгожданная битва Добрый день Сергей Сергеев Беги, цель проверки гроза твоего тестального аппарата Здравствуйте, в эфире телевизионное шоу «Битричная санкция» И с вами я, ее ведущий, Фибрая Балдыша По словам учеников 10-го Е-класса, везде происходит одновременная езда И чтобы разобраться со всем происходящим, мы позвали своего эксперта Приехавшая из загадочного села Сергеева Обладает особенным даром ясновидения, но это не точно В детстве мать пыталась утопить ее три раза, но, как известно, бревно не тонет Делает расклады на аженгеросипы, личный жиль и денежный канал по контурным картам Имеет в своем арсенале сильный магический артефакт, а именно красный глаз лицея, который впитывает негативную энергию Его появление – это тайна, раскрыв которую можно вызвать гнев бога хаоса и разрухи вашей нервной системы Одна из потерпевших обратилась к Арсалане за помощью Арсалан, что вы можете сказать? Чернота, много слез здесь проделось, много гоня было Дарья, почему вы именно к нам обратились за помощью? Так, вы знаете, самое дешевое, выбрала компанию Дарья, почему за помощью вы обратились именно к нам? Знаете, у меня была такая проблема? Я писала, что это из-за всего только надо было Я не знала, что с этим делать Я не ложу их спать вообще И вот обратилась к вам, потому что мне надоело Очень больно Внимание, нам удалось заставить Арсалану во время ее работы Пишем тест, слайд-тест Часть А может быть более одного правильного ответа Ключевое дело не списывать Соседям и телевизор Что непонятно, у меня спрашивают Пожили и хватит Пожили и т.к. Субтитры сделал DimaTorzok Сдаем лайтесты? Нет! Ламинат! Результаты теста Кадлубовская, УАН, Богатов, Пономаренко, Семерочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в очередной раз наши экстрасенсы разобрались во всем и помогли потерпеть. Видео подошло к концу. Спасибо большое. Нашли через эти из-за просмотра, но давайте еще споем. Спасибо. А теперь ближе к теме. Учащиеся не только нашего класса, часто задаются вопросом, как проходят портреты в лицее. Вымышленный персонаж Станислав Ковальский, всеми любимая мафия, будущее наших касатиков, телохранители Феногенова, будущие интерны, элитные демоны и ангелы, розыск ответов по обществу, самый здоровый алфавит и достойный рэп. Все это уже в прошлом. Каждый класс предоставил свои танцы и песни, и все потрудились на славу. И мы не исключение. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, а теперь потанцуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Речица! Враги! Эпот – это банды, Эпот – это банды, Эпот – это банды. Но смотри, где я, лучше смотри, где ты. Парень весело, не дает волос. Теперь у меня дает волос. Парень весело, в гости нет волос. Если увидит батик, не доживешь до утра, та-та-та-та. Парень весело, мне дают волос. Лицейские годы — это самое замечательное время. Именно в лицейских стенах мы начинаем познавать жизнь. Учимся не только школьным предметам, но и общаться, узнавать что-то новое. Учимся находить выход из разных ситуаций. А все потому, что наша главная задача — это быть счастливыми! ПЕСНЯ 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 Не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, Только больше не надо злух, мне нужна твоя любовь, АПЛОДИСМЕНТЫ